Газета номер 9 за 13 год. Как всегда, от издателя, читатель пишет, что-то спрашивает, описывает, скорее всего, свой опыт оздоровления. А я его разбираю. Большая статья, довольно-таки, об этом. Разобрали это от издателя. Дальше начинается у нас в сентябре. Луна рекомендует. Приметы и особенности сентября. Познавательно-практически. Значит, тут какие-то отзывы идут. Отзывы читателей. Разбор. Рост волос в гинекологии. Опыт оздоровления. Бесплодие. Как с этим бороться. Оздоровление после родов. Половая жизнь. Все это необходимо. Женские проблемы. Порой бывает так, что проблемы со здоровьем перекочевывают на проблемы по жизни. И наоборот, проблемы по жизни перекочевывают на проблемы со здоровьем. Эти понятия тесно связаны, взаимосвязаны, переплетаются. И улучшение одного тянет за собой и другое. Поэтому следите за своим здоровьем, чтобы у вас по судьбе не произошли никакие ухудшения. Разбор писем. Хорошая работа. Разбор писем помогает. Лучше понимать проблему. Понимать частные случаи, почему это так происходит. Потому что все мы индивидуальны. И одно и то же заболевание возникает из-за разных причин, которые в целом где-то они схожи. И вот важно вот этот вот корень узреть, понять и на него воздействовать. Лечение псориаза. Здоровье матери и ребенка. Познавательное. Познавательное. Познавательное практически раздел идет. Опять разбор письма. Как там от ангины. То есть в каждом письме, в каждом письме какая-то такая маленькая частица своего рода истины, которую очень важно правильно интерпретировать. И как опыт, чтобы он как-то и к себе применился. Вы знаете, вот разбор писем, как разбор разного рода скандалов, ну в основном скандалов, сенсаций там, каких-то таких случаев, он связан с тем, что вот как-то человек впитывая эту информацию, он тем не менее сам за счет этого что-то в нем меняется. Потому что любая информация, которая поступает к нам в сознание, хотим мы того или не хотим, нас изменяет. Так вот, чтобы эти изменения были, произошли в лучшую сторону, а не в худшую. Полиартрит, гастрит, бронхит, остеохондроз и так далее. То есть это, вот инвалид войны пишет, вторая группа, мне 82 года. Проберем в вашей книге 4 тома в ноябре 96-го года и начал себя лечить. Результаты отличные, все недуги, сколько у меня было, 10 штук, все ушли. Мои недуги, полиартрит, гастрит, бронхит, остеохондроз и другие прошли, кроме геморроя, сердца. Представь у нас затихла. Не употребляем местных блюд, за исключением курятины, понемногу. Изредка ем рыбу. Аппетит хороший, это главное. Чистка кишечника хорошо проходит, печень и почки еще не прочищал, чувствую себя хорошо. И в особенности повысилась потенция, имея любовницу, которой 52 года. Значит ему 82 года, а любовница 52 года. Сон стал лучше, но в зависимости от погоды. Согласен. Согласен, что это влияет погода. И вы знаете, что я хочу сказать? Вот, чем не старший человек, тем вот именно методы очищения и питания, и некоторого движения с дыханием лучше всего влияют. Организм с возрастом, он примерно такой же, как и в среднем возрасте. А что происходит? Просто он зашлаковывается. Зашлаковывается. Что такое зашлаковка? Зашлаковка это у нас в лимфе. Вот в клетках поддерживается своя среда и клетка, как живое образование, отдельно живое образование, оно четко следит за тем, чтобы внутри среда поддерживалась определенно, шли ферментативные реакции. Вот, а вот жидкость, которая омывает клетка, то есть межклеточная жидкость, из нее уже состоит и лимфа, вот там-то и происходит накопление различных вот этих вот шлаков. То есть, клеточные отходы выходят в лимфу и должны достигнуть кровяного русла. Но пока они достигнут и отдадут что-то там вредное, с кровяного русла, наоборот, в лимфу поступают там питательные вещества, идут два потока, один сюда, в клетку, а другой из клеток. И вот когда человек в себя запускает, жизненная сила слабеет, малая подвижность, то вот именно в лимфе, в межклеточной жидкости скапливаются просто продукты жизнедеятельности. И они-то и начинают мешать нам самим жить. Вот, и для того, чтобы это очистить, необходимо применять очистительные процедуры, которые были придуманы задолго до нас. Я так частично изложил, как и остальные здравомыслящие врачи, целители это описали, дополнили, разъяснили. Вот, и оказывается, что применение этих вот простых очистительных средств, в первую очередь очищение, значит, лимфы, очищение межтканевой жидкости, дают великолепные оздоровительные результаты. Организм сразу начинает, а, то он раньше тратил энергию на то, чтобы как-то обезвредить вот эти вот шлаки, токсины, потому что, знаете, вот эта вот межтканевая жидкость, особенно когда она стоит, она питательный бульон, в котором как в болоте начинают размножаться разного рода там микроорганизмы, и они уже питаются, туда же оправляются, и тем самым, будем говорить, отравляют нас. Так вот, когда мы всё это ликвидируем, болото в чистую воду превращаем, у нас сразу появляется энергия, силы возрастают, и мы думаем, хо, ты смотри, как всё, всё хорошо получается. И это самое лучшее, то есть никакого лекарства не очистит вам лимфу и межклеточную жидкость. Это способно сделать очистительную процедуру. И прежде всего, прежде всего, начнём очищение толстого кишечника клизма, далее печени, и третье уже пойдёт, это голодание, с потением, с движением, с правильным питьевым режимом и питанием. Сокрепляем всё это. Всё, больше ничего не надо. Результат отличный. Приправа для здоровой кухни. Приправа для здоровой кухни помогает сделать её в пищу вкусной, потому что вроде бы пища полезная, но она не такая вкусная. У многих ещё, особенно когда человек переходит на сыроедение, или больше употребляет сырой растительной пищи, он ещё не привык к этим вкусам. И как раз вот эти все приправы способствуются тому, что мы легко переходим на новое питание, для нас привычное, но забытое. И прекрасно себя чувствуем. Продолжение следует...